Всем привет! Вы на канале Дабл Топ, меня зовут Гнат и сегодня мы разберем долгожданнейший проект Манта Нетворк. Погнали! Итак, ребята, на самом деле для старичков это видео уже про то, что случилось. Для новичков, ребят, очень важно посмотреть, как это происходило, как можно было зайти в проект, почему он гем, сколько мы ожидаем этого вытащить, какая наша стратегия. Потому что все циклично, повторяются гемы, повторяются кейсы. Я уверен, что у нас таких мант будет много. Почему мант? Я объясню, потому что манта изначально, мы сейчас, если зайдем на главную, мы увидим модули блокчейна на эфириуме с ЗК технологиями. Вау, это, блин, конкуренты просто целести и полигон. Ну, короче, вообще, в целом, что-то немоверное. Но когда они изначально собирались, ну, как бы запускаться, они, ребята, были настолько не про то, что сейчас, сейчас это уже не переобулись. Вообще, в целом, часто проекты сейчас перебываются. Это, наверное, нормально, потому что надо попасть в тренд. Если ты не перебулся, не в тренде, то ты никому не нужен. Тут то же самое. Ситуация какая? Вообще, изначально они планировались, изначально проект, вообще, вот, типа, манта, это разработка конвенциальности данных, обеспечение анонимности транзакций и обмена активами в сети Polkadot. То есть, это было что-то немножко про это. Я даже пару лет назад видео записывал про Polkadot, можете посмотреть. И начнем с парачейном. В 2021 году был такой хайп на парачейн, и мы очень активно ширили дабл топы. У нас радистом влюбился в этот парачейн, головного мозга был ДОТ. Верили во всю эту историю, и заносили во все подряд. Об этом сейчас тоже поговорим, потому что я прям... Мы зачитали то, что произошло, какие нужно выполнить условия, чтобы получить аллокацию в манту. И, соответственно, мы, наша комьюнити, кто заносил в 2021 году, сейчас, вот, я надеюсь, соберут сливки. Пустя практически два с половиной года. Приблизительно 5-го числа, 5-го сентября 2021 года пошла информация о том, что тех, кто заносил в Calamari, потому что в Calamari можно было, напоминаю, занести, это был Краудлон, можно было занести Кусаму. Тех, кто заносили, у них есть одна, как бы, локация, возможность занести еще и в манту. Мы, как бы, оценивали этот проект, как бы, один из гемов на Polkadot, на Кусаме, на Polkadot, Кусаме. Поэтому считали, что заносить, безусловно, надо. Примерно 10-го, 11-го ноября уже вышел анонс о том, что кто-то заносил в Calamari хотя бы 0,5 Кусам и залочил, а также амбассадоры, получат вайд-лист для эксклюзивного первого раунда. У них будет гарантированная лока. Я прям советовал людям заносить во все проекты по одной Кусаме. Те, кто смотрели эти эфиры несколько лет назад, не дадут соврать. Более того, я даже знаю людей, которые благодаря мне много когда покидали, у них была локация, и они закидывали в манту прям, ну, десятки тысяч долларов. Я, собственно говоря, как бы, честно говоря, тоже не исключение. Сейл проходил 10-го и 11-го числа, там вот первый день можно было легко занести, а второй FirstCamp FirstServe. Но я вам сейчас скажу, что я и там, и там занес, было не проблемно. Вот у меня с основного аккаунта 5 тысяч занесено, а сколько у меня их всего, это уже одному богу известно, но, конечно, интересно. Мы заносили тогда по цене 36 центов. 500 долларов до 250, до 2,5 тысяч можно было. Вот я по 2 500 кило на 2 АКа. Собственно говоря, у нас еще вынор ОТС, цена сразу взвинтилась. Можно было аккаунт первый раунд без аллокации, 1200 долларов стоил. Вы можете посмотреть скрины, у нас они на ОТС продавались. В ноябре, как провели сейл, сразу было минимум 1,5 икса. По-моему, кто-то даже на 2-3 иксах продавал. Вот скрин, и я еще писал, что этого мало, когда писали, что 1,5 икса. Потом оно постепенно разогналось, и, ну, как бы, хайп успокоился. Очевидно, рынок начал падать. Тогда собирали при оценке 360 миллионов, на самом деле достаточно дорого. И я сейчас не могу сказать, что вот глядя тогда, да, легкий заноз по 360 миллионов при оценке, при капе 360. Также напомню, что для того, чтобы манта залистилась, нужно было выиграть аукцион на парчейне. 30 октября вот они объявили о том, что 29 даже, о том, что они будут участвовать в первой партии парчейнов. Это когда там Акала запускалась, Бумбим, и типа скоро будут выходы, иксы, мы там ждали такие, да, давайте, манта, манта. Но в итоге не получилось, они не выиграли, а 12 марта завидели, что хотят поработать вообще над проектом получше. Вот у нас пост тоже, это пост был в ICO канале, это в складе было, получается, уже 2 года назад. Тогда он еще был в Телеграме, там сообщение вот от Кенни про манту, в общем, мы за мантой внимательно следили, постоянно говорили. В складе постоянно было движение. Вот я говорю, многие холдеры даже в медвежку разочаровались и начали выставлять уже свои манты вообще в минус. То есть по 2000, пока он занесен на 2500 был. Достаточно интересно, что спустя полгода тишины они объявляют о том, что они выиграли парачейн 28 февраля 2023 года внезапно. Но они сами за себя проголосовали, уже на полигодоте тогда не так было сложно попасть, выиграть парачейн. Можно было просто небольшой стек дота за себя проголосовать. Они это сделали и неожидно начали выпускать новости, новости, новости. 12 июля манта запускает свой L2 на АЗК технологиях. И снова тестнеты, 14 декабря мы анонсировали вот в телеге, можете посмотреть. 12 июля манта запускает свой L2 на АЗК технологиях, снова открывает кучу тестнетов. И 14 декабря анонсируют вот New Paradigm. Собственно говоря, с чего все начинается. Все вдруг понимают, что надо куда-то свои эфиры нести. Здесь можно еще и UZC занести. Потом вам дают боксы. Эти боксы открываете, вы можете нафармить карточек. Я нафармил немеряя на разных карточек. Золотая, в итоге у меня всего лишь одна, к сожалению. Но посмотрим, сколько будет за них дроп давать. Тут разные есть оценки. Я уже не хочу сильно форкастить. В любом случае мы посмотрим. Кто-то нафармил 1400 только таких картинок. Это ничего себе. То есть, на самом деле начали разогнаться. Объявили этот дроп. И на этом фоне, на самом деле, собирали почти миллиард ликвидностей. То есть, загидали UZC и эфира почти на миллиард. То есть, 900 миллионов, насколько я понимаю. Да, 900 миллионов они объявляют. Наверное, так плюс-минусы есть. Что могу сказать? Уникальнейший проект. Начинали как на Polkadot. Что там этот. Короче, начали на Polkadot. Закончили тем, что они теперь у нас модульный блокчейн. С закат-технологиями. Пивотно здесь вообще что надо. Запроделились в Селесте. Ждут от них все оценку. Минимум хотя бы пару миллиардов. Сейчас об этом тоже поговорим. Это, конечно, жесть. 5 января тут инвестировали дроп. Будет 50 миллионов токенов. Будет раздано через вот эти NFT-шки. 5% от общего сапплая. Более подробно, опять же, на нашем телекрам-канале можете почитать. Еще интересно, что они вначале попадают в токен софта. Объявили, что у нас будет 40 дней лок, а потом 100% в TG. Сейчас они переиграли. Теперь он с 50% в лок и 6 месяцев в TG. Типичная история для крипты. Когда взяли, собрали по данному. Вроде мы там все подписывались. Деньги мы высылали на это. Пивотнулись. Поменяли, например, чем занимаются. Поменяли локи. Поменяли даже вообще блокчейн, на котором работают. И площадку хотели бы поменять на самом деле. Потому что вот так вот вышло. Ну и далее у нас появился еще на Binance. Однодемный лаунч-пул. Тоже у него накидали бешеные бабки. Сейчас будем смотреть. Что касается цифр. Давайте сравним цифры. Ну вот, я не знаю. Когда-то сравнили FDV, наверное, с Mant'ой. Что будет, если она будет стоить... Ну не знаю, вот 2 миллиона получается. И вот, на самом деле, смотрим цифры. Тут, на самом деле, посчитано так очень неконсервативно. Цена 8 долларов. И тогда у нас будет FDV 8 миллионов. То есть, ну, это на самом деле почти как у полигона. Конечно, это нереально. Но MarketCap будет всего лишь 2. То есть, мы смотрим еще на MarketCap в первую очередь. Будет интересно понаблюдать, конечно, какой будет листинг. Текущие наши прогнозы. Пессимистические 2 доллара. Реалистические, наверное, в районе от 2,5 до 3,5 долларов. И вот все, что 4 до 8, вплоть. Это супер оптимистично. Надеемся, что мы с этого снова живем. Мы, опять же, фармили, получается, у него прогнозы. Закинуть свой эфир. Посмотрим, что это принесет нам денег. Параллельно закидывали в проект. Верим в проект. Тем более, ну, теперь он к переводам. И теперь это что-то неимоверное. По поводу того, стоит ли это сливать. На самом деле, я считаю, что все же ниже 3 долларов. Это прям слабо. И я считаю, я не буду сливать. Я вообще думаю, можно очень четко определить эту зону на подбор. Пишите, какую цену ожидаете вы. Как же сейчас заработать в этой манте, если ты ни на дроп не успел, ни на сейл. 2-3 года назад не залетал. Антон посадил подкаст на токен терминал скафаундру Манта. С Кенни. И понял, что надо делать что-то внутри экосистемы. Сам видос ввод, можете посмотреть. Но в целом, важнейший пункт, это то, что они хотят давать деньги проектам, которые будут развиваться внутри манте, на манте. То есть, будут интенсиваться. Уже все поняли, что самое важное, это привлечь какие-то новые продукты туда, проекты. Поэтому это будет, скорее всего, развиваться. Я надеюсь, что у манты большое будущее. Я являюсь ее холдером. Тем более, что еще здесь вестинг наших токенов. Я говорю, ниже 3 долларов я вообще сливать не планирую. Хотелось бы мне увидеть все-таки какую-то цену 6 баксов. И хорошенько уже иксануть вместе с аудиторией. Такой получился, прикольненький есть. В 21-м году закинул, забыл, вообще ничего не следил. Просыпаюсь, а у тебя в 24-м году неожиданно 10, а то и 15 часов. Всем спасибо, с вами был Гнат. Лайки, до новых встреч, всем пока. Бог! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok